Кубань Краснодарский край это регион уникальных возможностей и благоприятного климата для ведения бизнеса. Прошедшие Олимпиады Формулы-1 показали потенциал Кубани. И у многих экспертов возникает вопрос, что же дальше, куда же двигаться дальше. Несомненно продолжим заданный вектор, мы продолжим развитие и использование наших уникальных возможностей. Вы совершенно правы. Прошедшие Олимпиады и Гран-при России Формулы-1 дали нам возможность познакомить международных гостей и зрителей с уникальными возможностями нашего региона. Мало того, мы, конечно же, похвастались своими достижениями. А именно, хочу отметить, о олимпийских объектах и трассе Формулы-1. Это достижения в области строительства. Это современные технологии строительства как внутри, так и на фасадах, и на кровле. И, в принципе, это современная архитектура и дизайн. Всем очень понравилось. Конечно же, в дальнейшем мы будем только наращивать наш потенциал при таких-то возможностях. Но уже какие-то такие международные громкие проекты обсуждаются? В первую очередь, мы сейчас говорим о событий нам туризме, который будет продолжен в городе Сочи в 2015 году. И намечены ряд международных мероприятий, спортивных, соревновательных, общественных. Ну, а с точки зрения строительства на Кубани новых производственных линий, конечно же, следует отметить то, о чем говорил на состоявшемся 11 ноября совещании наш губернатор Александр Николаевич Скачев. Это создание промышленных парков. Ну, между тем, многие эксперты прочили снижение интереса инвесторов к Кубани после завершения Олимпиады. Это процесс естественный, и вы действительно ощутили это падение или нет? Колебание объема инвестиций – это вполне закономерный экономический процесс. В этом нет ничего страшного. Единственное, что он должен быть всегда под наблюдением, и, конечно же, всегда должен вовремя, власть должна вовремя реагировать на происходящие эти колебания. Поэтому мы не видим ничего страшного в том процессе, что будет небольшое снижение в этом году объема инвестиций. И, с другой стороны, естественно, мы находимся в долгосрочном и среднесрочном планировании наших новых стратегических планов и экономических планов. Ну вот, как заявил Краснодарстат, 500 миллиардов рублей инвестиций – это за прошедшие 9 месяцев текущего года. Уже к концу года можно какие-то итоги подвести? К концу года мы совершенно уверены в том, что объем инвестиций в экономику Кубани составит 780 миллиардов рублей. Это достаточно неплохой количественный объем для экономики любого региона. Ну и, в частности, для нашего это тоже не совсем плохой показатель. Поэтому мы с надеждой и оптимизмом смотрим в дальнейшее будущее, в том, чтобы наращивать именно развитие объемов инвестиций. И в среднесрочной перспективе у нас составляет объем инвестиций более 1 триллиона рублей. Падение со стороны инвесторов интереса к нашему региону абсолютно не ощущается, его нет. Коротко можно сказать только объективно о цифрах, которые у нас показывают результаты состоявшегося Международного экономического форума. Значит, у нас количество гостей превысило на 8%, нежели в позапрошлый год. И количество заключенных соглашений с участием администрации края или муниципальными образованиями напрямую с инвесторами составило на 25% больше, чем в предыдущий период. Сейчас многие эксперты говорят о том, что в экономике наблюдают процесс стагнации и процессы эти обсуждаются на различных экономических встречах. Учитывая все это при планировании экономики, уже есть какие-то стратегические направления? В этом году мы приняли инвестиционную стратегию региона. Мы выбрали утверждение инвестиционной стратегии региона в форме законодательного акта. Почему именно законодательный акт? Потому что принятие закона всегда дает возможность наиболее широко обсудить этот документ. И в данном случае он прошел обсуждение, конечно же, с депутатским корпусом законодательного собрания Краснодарского края. Но этим мы не ограничились. Перед тем, как осуществить необходимые официальные процедуры по его принятию, мы обсудили этот документ с представителями общественных объединений, которые у нас действуют в регионе, и деятельность которых направлена на соблюдение прав инвесторов. Инвестиционная стратегия достаточно объемна, но интересна. Мы пошли путем написания ее не просто сухим языком, каких-то правовых предписаний, а допустили какие-то повествовательные элементы об экономике нашего региона, о его возможностях. И в стратегии видны определенные логические выводы, почему развитие региона должно идти определенным путем. Давайте пример приведем. Какие проекты необходимо развивать на Кубани на сегодняшний день, учитывая эту стратегию, и какие предприятия необходимо строить? Прежде всего, в стратегии отражено тенденции импортозамещения, а именно создание так называемых агрологистических центров. Это центры, где предполагается накопление и хранение продуктов сельскохозяйственных. Вполне возможно, в этих центрах будет создаваться и определенные производства по их переработке, и дальнейшей транспортировке. То есть это в аграрном секторе экономики. Естественно, в стратегии отражены тенденции развития промышленных парков, и тенденции развития промышленности на Кубани. Насчитываем мы сейчас в стратегии порядка пяти площадок для реализации концепции по промышленным паркам. Одной из них является эта восточная промышленная зона в городе Краснодаре. Сейчас якорным резидентом этой восточно-промышленной зоны планируется наше предприятие «Тандр», которое намерено создать непосредственно на территории этой промышленной зоны 14 производств. И это повлечет порядка двух с половиной тысяч рабочих мест новых, что, конечно же, для города Краснодара является достаточно хорошим показателем. И, соответственно, будут востребованы рабочие места инженерных специальностей, что важно для молодых людей, которые сейчас получают инженерные специальности. Вы говорили о прошедшем экономическом форуме. Я знаю, что накануне форума было заявлено, что Кубань в этом году ломает стереотипы. Это уже не только курортный регион, это не только регион туристический и аграрный, но это еще и промышленный регион. Уже в этом направлении что-то прояснилось? Какие-то проекты уже вырисовались? Ну, продолжу свою мысль, если позволите. То есть, конечно же, вот помимо восточно-промышленной зоны, которая реализуется в городе Краснодаре, планируется реализация промышленного кластера на Таманском полуострове в Темрюкском районе, где планируется создать производство минеральных удобрений. И такие предприятия, как Еврохим, такие предприятия, как Уралхим, уже высказали свою заинтересованность. Сейчас находятся в финансово-экономических расчетах будущих вложений. Очень неплохой страздивается кластер по деревообрабатывающей промышленности в Абшеронском районе. Сейчас производственный деревообрабатывающий комплекс Абшеронский заканчивает запуск в эксплуатацию вновь построенного большого завода, где будут производиться определенные виды продукции, такие как ламинат и плиты МДФ. И мы надеемся, что в дальнейшем к этому уже созданному заводу будут присоединяться производители мебели, производители любой другой обрабатывающей промышленности. На территории Армавира есть идеи создания кластера машиностроения, что тоже достаточно перспективно для нашего региона. У нас в крае, если не ошибаюсь, несколько сотен предприятий с иностранным капиталом, это совместные предприятия. Введенные санкции на их деятельности отразились или нет? Мы наблюдаем за предприятиями, которые вложили деньги в экономику нашего региона и которые начали деятельность в регионе и которые ведут ее. Надо сказать, что для оценки объективной мы сотрудничаем еще и с региональным, южным региональным отделением Ассоциации Европейского Бизнеса, куда входят представители различных зарубежных структур и, соответственно, отечественных. И готовясь к этой передаче, я специально связался с руководителем регионального отделения Олег Жарко и спросил объективную оценку, так ли или нет. По его словам, абсолютно все предприятия, которые работают у нас в регионе, не почувствовали никакого давления, либо какого-то негатива и абсолютно не намерены закрываться. Для показателей, еще для примера можно привести, что такое предприятие, как Клаас, заявило о строительстве новой очереди своего проекта, достаточно крупного. И такое предприятие, как Штиль, германское предприятие, оно в этом году открыло достаточно торжественно новый логистический свой центр в нашем Краснодарском крае. Ну, слушая вас, создается впечатление, что Кубань это уже готовый бренд. И на ваш взгляд, какие можно товары, может быть, я не знаю, направления сделать такими же брендовыми, кубанскими, чтобы они были на слуху? Ну, мы все, конечно же, знаем бренды, которые уже сложили себе славу, это по продуктам Кубани, это и кубанская молочная продукция различная, и такие бренды, как краснодарский чай, и такие сельскохозяйственные культуры, как кубанская клубника, кубанская черешня. Кубанские арбузы. Кубанские арбузы, да. Полагаю, абсолютно несместимый бренд, это кубанский каравай. И поэтому в новом направлении, мне кажется, вполне возможно, что мы увидим новые бренды, такие как кубанский стейк, если, например, животноводство в нашей Кубани возродится и будет достаточно эффективно функционировать. Ну, а, как я уже говорил, допустим, если взять продукцию Абширонского, производственного деревоопадающего комбината, то, может быть, мы увидим кубанский ламинат. Будем надеяться на то, что бренд Кубани будет действительно конкурентоспособен, не только у нас, но и во всем мире. Спасибо вам за встречу. Я напоминаю, сегодня свое мнение в программе высказал министр стратегического развития и внешнеэкономической деятельности Алексей Шаян. Я благодарю вас за внимание. До встречи на канале Кубань-24. Кубань-24.